буквально несколько дней назад я выложил видеообзор на 4 пластинки группы queen great из hits и как я и думал наибольший интерес будут представлять собой мелодия и болгарское издание сожалению болгарского издания меня не было но вот она у меня появилась что ж по этому поводу предлагаю сделать небольшое дополнение к уже имеющемуся обзору и так для начала давайте рассмотрим этого болгарина поближе отдали уже поговорим о самом главном о звуке и так друзья что можно сказать по полиграфии полиграфии здесь принципе недалеко ушла от мелодии поэтому не удивительно абсолютно что это издание некоторые даже в комментариях писали что путали с мелодий ским издание говоря что у меня было мелодий ска издание с 19 треками на двух пластинках нет двух винильного издания мелодия не выпускала был именно был canton на двух пластинках и так по полиграфии действительно все в резкости но качество цветопередачи здесь в общем то очень и очень среднее ну и плюс сама бумага конечно тоже от мелодии ушла недалеко обратите внимание на развороте у нас такая схемка которая показывает какой трек с какого альбома но тем не менее болгары даже здесь накосячили поскольку треков здесь 17 на пластинки треков 19 то есть два трека где-то потеряли и не дорисовали сами пластинки имеют голубые яблоки и название треков на болгарском языке что по качеству винила то винил по качеству достаточно средненький вторая пластинка ситуация такая же кстати пластинки абсолютно новые неиграны для начала друзья рекомендую ознакомиться с предыдущим обзором где рассматривался японец немец европеец свежий на двух пластинках и издание мелодии итак друзья перед нами болгарское издание на двух пластинках 89 года было кстати много изданий этого альбома этого сборника выходили они на с разными лайбаками в том числе и на этих лайбаках были написаны треки как на английском так и на болгарском языках также выходили и болгарские издания и на одном виниле и куча пиратских но о них я говорил в предыдущем видеообзоре что можно сказать по звуку господа звук достаточно сильно отличается от предыдущих четырех экземпляров по частотной характеристике могу сказать что звук достаточно плосковат то есть низкие частоты здесь забыли записать середина на месте высоких здесь достаточно много что самое интересное то что все вот эти вот треки которые здесь записаны они звучат все одинаково то как вы понимаете все эти треки они с разных альбомов записаны в разное время каким-то чудом болгары умудрились сравнять по звуку все эти треки и сделать их одинаковыми все звучит одинаково не знаю насколько это плюс или минус кому как больше нравится другое дело если бы звук здесь был действительно хорош одинаково хорош во всех треках что по динамическому диапазону то в принципе никаких проблем я не заметила следов компрессии не слышно что же по дефектам господа дефекты здесь местами имеются то есть масса на этих пластинках хуже чем у мелодии несмотря даже на то что пластинки записаны громче и дорожки естественно не такие хрупкие как на той же мелодии но получается что болгары забыли учесть два преимущества при разделении этого альбома на две пластинки во первых низких частот здесь явно не хватает а могли бы их смело сюда поместить во вторых даже сделав альбом громким все равно дефекты массы имеют место быть что же по читаемости с считаемостью кстати здесь все в порядке никаких искажений ближе к яблоку я не слышал то есть падение в качестве вы не услышите что же можно сказать заключение друзья во первых хочется поблагодарить олега курганова который оперативно среагировал на ваши комментарии под предыдущем видео где вы спрашивали про болгарское издание олег курганов не его любезно предоставил если кому интересно загляните в его сообщество виниломан ссылка на это сообщество будет также под видео в описании ну и конечно приходите в его магазин на большой почтовый 36 моя итоговая оценка этому изданию 5 из 10 баллов до это издание имеет наиболее полный скажем так трек-лист все-таки 19 треков однако качество этих 19 треков немножко сомнительная особо не вижу смысла сравнивать это издание с немецким японским и уж тем более с новодельным изданием думаю что более логично было бы сравнивать его с изданием на лейбле мелодия ну давайте коротенько мелодиевское издание мне по звуку все равно нравится больше там низкий с низкими частотами проблем нету низкие частоты на месте даже объем на самом деле мне показалось там больше да но записано тише до динамический диапазон там тоже будет поменьше но тем не менее звук общая картина и даже качество массы не на мелодийского здание понравилось больше поэтому итоги напрашиваются сами покупать болгарские издания или все же мелодию я бы предпочел мелодию во первых дешевле во вторых лучше по качеству в принципе в качестве пополнения коллекции или скажем как дачный экземпляр вполне зайдет как экземпляр который хочется слушать с наслаждением и получать удовольствие от качества звука не сойдет поэтому обязательно ознакомьтесь с сэмплом который будет находиться по ссылке в описании под видео кстати этот будет та же самая папка где будет находиться еще четыре сэмпла с предыдущего обзора на этот же альбом что ж друзья у меня на этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите ваши комментарии счастливо